Часто меняются курсы валют, растут топливные сборы. Каждый год увеличиваются и страховые выплаты туроператоров. Возможные риски фирмы закладывают в стоимость путевки. Тем, кто хочет хоть немного сэкономить, сами туроператоры советуют следить за курсом евро и выкупать путевки целиком. Лучше всего при покупке тура ориентироваться на то, что стоимость предоплаты фиксируется на день оплаты в условный эквивалент. В договор, к сожалению, мы не можем указывать ни евро, ни доллара в эквивалент. У вас будет зафиксирована рублевая сумма, но по факту доплаты вполне возможно придется вводить перерасчет финальной стоимости. Впрочем, ориентироваться на недорогой отдых не стоит. Компании, которые явно занижают стоимость путевки, уходят с рынка чаще других. За последние два года почти два десятка туроператоров разорились и далеко не все выплатили компенсации туристам в полном объеме. Финансовых гарантий, особенно крупных туроператоров, для покрытия ущерба, как правило, не хватает. Например, нашумевшая ланта-тур была застрахована на 100 миллионов рублей, а долгов у нее накопилось на 800. Сейчас вот такой вот закон вышел у саморегулируемых организаций в сфере туризма, и туроператоры обязаны будут образовывать союзы, которые будут давать дополнительные финансовые страховки, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, как, например, вот этот ланта-тур и так далее, известные скандалы. Но даже такие меры вряд ли спасут туристов, например, в тех случаях, когда владельцы ранее разорившихся турфирм снова выходят на рынок под другим названием. Подобные трансформации российское законодательство не запрещает. Так же, как и не обязывает турфирма разъяснять все прописанное мелким шрифтом, например, в страховом полюсе или рассказывать об особенностях отдыха в разных странах. Редактор субтитров А.Семкин